Привет, друзья! Вы на канале Finskate, меня зовут Ференс, и мы начинаем наше новое видео. А смысл этого видео будет заключаться в том, что мы сравним мой прогресс нынешний с моим прогрессом год назад. И сегодня такой эксперимент, вернее, челлендж для меня 50 флип-трюков, флет, то есть кикфлип, фейки кикфлип, свитч кикфлип, ноли кикфлип и так далее. Дойдем до трех каких-нибудь, свитч трех, еще что-нибудь интересное. В общем, приятного просмотра, ставьте заранее лайки и начинаем наш эксперимент-видео-челлендж. В самом начале катания делаю 4 флипа, 4 хилата, то есть флипы во всех стойках и хилы во всех стойках. Сегодня делаю ноли верил и свитч верил. Ну и также для меня существуют трюки, которые очень легко даются, которые я делаю уже лет 5-6. Это half cap флип, фейки фронтсайд флип, верил флип, фейки верил, фейки век флип, бэксайд флип. Сейчас мне уже легко и хорошо дается свитч верил, свитч фронтсайд флип, свой фронтсайд флип. Ну и, разумеется, еще много-много трючков. А вот бэксайд флип я забыл. Пытаюсь его вспомнить второй день уже. Пробую свитч бэксайд флип, это супер нестабильный трюк, делаю очень редко. Почти. Скоро будет. Зато попытка какая-то есть, но надо, конечно, лучше, но пока так. Свитч фронтсайд флип стал моим любимым трюком за последнее время. Вот чтобы не соврать, я этот трюк не делал, наверное, месяца два. А сейчас просто с первой попытки, жесть. Субтитры сделал DimaTorzok Нравятся мне такие необычные трюки, как флип кроссфуд, верил, боди верил, верил кроссфуд, верил реверт, свитч, может быть, в ноле. Эти трюки, по сути, у меня нестабильные из-за того, что я их побаиваюсь загадывать скейте, потому что обычно загадываешь, и все такие, о-о-о, нет, давай без этого, давай не будем повторять. Я не умею такое-то, что вообще за трюк, ну, то тебе высказывают такие факты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу попробовать сейчас свитч верил реверт. Да что с тобой? Не летит. Делаю верил реверт в своей стойке. Ну, такое. Вспоминаю трюк, который не делал очень-очень долго. Свитч верил боди верил. Второй, да ну. Ну, вот и покрасивее. Дабл флипы я умею стабильно, прям так, чтобы загадать скейте. Это свой дабл флип, ну и фейки дабл флип. Иногда я делал халфкет дабл флип, года два назад я его загадывал периодически в скейте, может быть, год назад. В этом сезоне я его что-то вообще забыл, перестал делать. Бэксайд флип иногда тоже дается легко, но иногда пытаюсь сделать, он вообще не летит. Вспоминаю дабл флипы. У, я думал, будет легче. Да куда ты крутишься? Да, вот он был. Вообще забыл, как его делать. Чуть не сломал доску, а может и треснул. Походу, все-таки треснул. Как будто теперь она стала подо мной прогибаться. Ну, не знаю, надо еще покататься, понять это, так или нет. Да, я это сделал. Вроде бы легко летит, но увезти что-то пока не дается. Серьезно? Я понял, треснул не вот так, а вот так. Вот такая доска, пацифик. Я не знаю, ни одна доска у меня так не трескалась. Делайте выводы сами. Я на ней откатался месяца три. Это была зима, и я практически не катался. Очень много сидел дома. Столько чипов. И тейл почти новенький. Доска новая. Есть, вот он. Я бы еще попробовал несколько попыток. Нойтмарк флип. Это дабл верил. Ну, не знаю, смогу ли его, потому что я его делал всего один раз. Все, нужно просто взять и сильно-сильно вытянуть. Просто со всей дури. Ну, вот, примерно так. Ну, вот он. Просто увезти. Да. Блин, ну почему так криво. Ну, вот. Нет, все. Сегодня уже я точно это не сделаю. Сил вообще нет. Нойтмарк флип я не засчитал. Он мне не понравился. Переделать я его не захотел. Когда-нибудь сделаем ближе к лету. Так, сегодня у меня новая доска. Вот так вот она выглядит. Коалиция. Раскатываюсь на ней, делаю трючки. Осталось уже совсем немного трюков до 50. Сегодня вышел совсем поздно. Поэтому хочу сегодня снять трешку. Фейки трешку. Ноли трешку. Ну, может, какую-нибудь там трешку бодилэрил или что-то подобное. Но сейчас из-за того, что зима, я редко катаюсь. И я забываю просто трюки. Блин, не идет. Просто приму, приму. Которая уже попытка. Которая попытка я падаю. На земле валяюсь. И все ради чего. И то, чтобы увести просто ноли треху. Которую обычно делаю со второй, с третьей. Начинал я это видео, значит, в двух кофтах. А сейчас катаюсь буквально в футболке. Видео это снимаю уже месяца два. Но я не каждый день снимаю. Я вообще... Это, наверное, у меня пятый или шестой день съемки. То есть, когда у меня есть настроение, я выхожу, снимаю. Раз уж я раскатал свитч-стойку, то пробую свитч-трейфлип. О-хо-хо, да ну. Да. Тоже очень давно не делал. Надо попробовать сегодня свитч-треху-реверк. Вроде летит. А вроде вообще забыл, как делать и не понимаю. Ну вот она. Попробую сейчас треху-кроссфуд. Для этого вначале сделаю шовет-кроссфуд, чтобы размяться. А потом посмотрим, как трешка прилетит. Вот так сразу, неожиданно. Близко, близко. Сам не ожидал. Так, во-первых, этот трюк посвящается Дамиру. Он меня надоумил его делать. Два или три года назад я его делал. Он меня снимал. И каждый месяц он мне говорит, ну когда ты научишься, когда ты вспомнишь, когда ты сделаешь еще раз. И вот ради тебя пришел на спот и сделал. Оказывается, очень легко. Надо почаще его делать и стабилить. И потом загадывать скейти. Супер необычный трюк. Оли лейт шовет я тоже отношу к флипам, потому что это сложнее трюк, чем какой-либо шовет или какой-нибудь биг спин. И тоже хочу его застабилить и загадывать скейти наравне с флипами. Поэтому Оли и Импассибл я добавляю в этот список и засчитываю их за флипы. Еще разок. Импассибл. А сейчас попробую трюк, который не делал тоже очень давно. Я все по ходу трюки оставил на последок, который не делал очень давно. И это ноль в Arial Hill. Трюк вроде легкий. Со второй. Да ну. Вот уехать бы покрасивее. Вот такое надо мне. Чуть-чуть не хватает оборота тела. Сейчас пробую капфлип. На прошлой катке я его не добрал. Этот раз надо мне сделать красиво. И уехать на нем. А то в прошлые разы вроде делал, но все такие неуверенные прям. Начинаем с обычного 360. Вот так вот только с флипом теперь. Вот я его плохо докручиваю в воздухе. Идеальный был. Идеальный. Ну так пойдет. Это последнее все. О, ноль и бигфлип почти с первой. Ноль и бигфлип со второй попытки. Это да. Делаю бигфлип. Сто лет не вспоминал. Вот надо его сделать. Для вас заснять. Это будет последний трюк для вас в этом видео. Вот такой вот идеальный, красивый и все. Супер много людей. И все так отвлекают. Ну вот он пойдет. Те трюки, которые я увез плохо и некрасиво. Это верил хилл. Это свитч бэксайд флип. Это ноли биг хилл. Это именно те трюки, которые я очень редко делаю. И они у меня не совсем стабильные. Либо просто не летят. Либо мне не хотелось тратить очень много сил. Либо у меня уже не было этих сил. Надеюсь, вы с этим смиритесь, что вот так вот я некрасиво это сделал. А вообще на съемку этого видео меня натолкнула папка, которую я нашел на компьютере. Я там снимал 30 флэтфлипов. Такой же челлендж снять, только я там снимал за один день все. И как увез, так увез. А здесь я снимал дней 5, может 6. И старался эти трюки покрасивее более-менее переделывать. Сравним в конце видео прогресс. Во-вторых, какие трюки я новой научился. На канале Финн, меня зовут Феррен. Хочу покататься, поделать трючки флэт. Посмотрим, сколько у меня получится. В надежде сделать 30 разных флипов. То есть кик-флип, фейки-кик-флип, свечки-клип, ноли-кик-флип и так далее. Кик-флип, свечки-клип, 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 свечки-кли вот это были мои базовые трючки я обычно прихожу раскатывая сделаю то есть четыре флипа 4 хила трешка 0 и трешка switch frontside flip и 0 backside flip чтобы трюки были максимально стабильные чтобы докладывать их скейт 20 трюков сделал конечно супер нестабильно потратил час на это то может даже и больше а а а а а а а а вот взял я 30 трюков какие-то из них я сделал не совсем красиво не совсем так как хотелось бы и переделывать не стал потому что уже не было сил потому что я целых 30 флипов сделал за один день для меня это в прошлом году было прям тяжело ну и плюс это было начало сезона я был не раскатанная целый месяц не катался перед этим и я именно этими флипами хотел раскататься и привыкнуть скейту и вообще не буду говорить о каждом трюки и обсуждать каждый трюк я просто скажу что в этом году стал намного стабильней я сменил доски на 8 125 может быть в дальнейшем буду на восьмерках кататься и чем легче доска тем проще кататься флэт намного проще в прошлом году я катался на 8 375 и она крутится довольно таки тяжело сейчас я хочу просто делать какие-то техничные трюки кататься в свече и в свече на 85 фиг покатаешься фиг сделаешь свеч 3 на 85 хотя я делал позапрошлом году на 86 доски но к этому надо ко всему привыкать и тратить уйму сил просто чтобы сделать каждый трюк все друзья спасибо за просмотр поддерживайте меня если вам понравилось видео я старался снимал не один день это видео заметьте и на монтаж ушло очень очень много времени разобрать вот эту вот всю массу каждодневного материала час на два на три за один только день это жесть поэтому поддерживаем ставим лайки ну и можете написать какой нибудь коммент и подписаться на канал это самое главное все друзья всем пока